Утверждение новых законов, а также внесение изменений в уже действующие, мера необходимая и продиктованная временем. Так, 62-й закон автономного округа начал действовать 9 лет назад, и некоторые возложенные на суд защиту функции по предоставлению мер социальной поддержки, сегодня переданы в другие ведомства, а то и вообще отменены. Признаны утратившие нормы предоставления единовременного пособия в связи с выездом из автономного округа на постоянное место жительства за пределы автономного округа. Законом 231 ФСД теперь установлено, что выезд за пределы автономного округа на постоянное место жительства неработающим пенсионерами и инвалидом будет за счет федерального бюджета. То есть с этого года, выехавшись с территории Ямала, пенсионер или инвалид за получением единовременного пособия должен обращаться в территориальные органы пенсионного фонда по новому месту жительства. С 2015 года отменена мера соцподдержки по бесплатной установке проводного телефона некоторым категориям граждан. Но компенсация на оплату абонентской оплаты за телефон реабилитированным лицам, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также труженикам тыла осталась. Также отменена мера социальной поддержки в виде компенсации инвалидам и семьям, воспитывающим детей инвалидов, на возмещение расходов, связанных с эксплуатацией, предоставленных автотранспортных либо приобретенных средств по медицинским показаниям. Если компенсацию расходов за эксплуатацию автотранспорта отменили, то процедуру по возмещению расходов и оплате приобретения автомобилей для семей, воспитывающих детей инвалидов, упростили. Теперь в семье, где есть люди с ограниченными возможностями здоровья опорно-двигательной системы, которым в индивидуальной программе реабилитации показано обеспечение креслом-коляской, без каких-либо дополнительных документов и процедур возместят приобретение автомобиля. Изменились с этого года и условия возмещения оплаты на обучение для участников вооруженных конфликтов. Теперь компенсировать получение профессии в ВУЗе будут только тем, кто уже обучается. Те, кто будет поступать в учебные заведения в этом году, получат образовательную субсидию по законам об образовании. Управление образования также теперь отвечает за бесплатное питание школьников из малоимущих семей. Полномочия по осуществлению полноценного питания детей из малоимущих семей в общеобразовательных организациях организована управлением образованием в соответствии с законом об образовании в Ямао-Нейском установном округе, а именно обеспечении двухразового питания. Все данные о количестве детей, относящихся к категории малоимущих, уже переданы в управление образования. Тем семьям, кого причислили категории малоимущих только в этом году, для получения услуги по бесплатному питанию необходимо обратиться в социальную защиту за справкой для предоставления в школу. Наконец, с 2014 года малоимущими в Губкинском признаны 437 семей. Кроме бесплатного питания детей в школах, эти семьи имеют право на получение натуральной помощи. Оказывается, в виде топлива приобретение предмета первой необходимости – одежды и обуви. Стоимость натуральной помощи в течение года в денежном эквиваленте не должна превышать следующих размеров. Если эта семья малоимущая имеет состав семьи 5 и более детей, то в однократном выражении прожиточного минимума. Если это малоимущая семья и малоимущий одиноко проживающий гражданин, то 30% от прожиточного. Это чуть больше 4170 рублей. Сегодня прожиточный минимум на Ямале утвержден в сумме 13 926 рублей. Натуральная помощь малоимущим семьям и гражданам предоставляется один раз в год. Екатерина Склюева, Алексей Магин, Новости Губкинского.